Добрый вечер, друзья. На связи с вами Анна Богинская. Вот, сегодня понедельник, извините, что так поздно, но это единственный шанс на этой неделе сделать мне для вас трансляцию на обещанную тему. И расскажу сейчас буквально через минуту, о чем тема. Для тех, кто меня не знает, меня зовут Анна Богинская, я автор трилогии «Жить жизнь», романов, тренингов, посвященных свободе от манипуляции, самодостаточности, работе собственными страхами, вообще о жизни и о том, как жить жизнь. Наверное, вот это самое правильное определение, о чем романы. Спешила к вам сегодня очень сильно, потому что единственная у меня сегодня возможность сделать для вас трансляцию, это сейчас. И в связи с этим такая, знаете, по-домашнему, несмотря на то, что тема у нас сегодня достаточно серьезная, и, наверное, для многих из вас она станет целым открытием того, что вообще другого взгляда на очень многие вещи, возможно, происходящие в вашей жизни. Вот, скажу также о том, для тех, кто уже зарегистрировал на курс «Жить жизнь», который стартует завтра, что завтра, 20 февраля в 20.00 у нас уже произойдет первое занятие. В связи с этим в ближайших две недели очень-очень плотные графики, поэтому мы будем видеться с вами в трансляциях реже, но чуть позже поймете почему. Вот, поэтому для меня сегодня очень важно было сделать эту трансляцию, потому что в последнее время количество писем на тему измены, особенно после того, как я начала говорить о ревности, об эмоциях, о раздражении, о том, что мы чувствуем помимо страхов, помимо манипуляций и так далее. Я получила прям какой-то шквал в мессенджере у себя, количество сообщений на темы разных эмоций, ощущений и так далее. Поэтому никак иначе, кроме как не поговорить об этом не могла бы. Тем более, что последнее письмо меня вообще очень-очень сильно тронуло. И из-за этого я поняла, что, наверное, лучшее время поговорить об этом, поговорить сейчас. Напомню вам, что для меня самая большая благодарность – это ваши репосты. Вот, чем больше вы делаете репостов, тем больше вашей благодарности и мое желание с вами общаться все больше и больше. Напомню, что то, что происходит у нас в эфире, это абсолютно органичный процесс. И все, о чем я говорю, говорю только потому, что вы об этом спрашиваете. Вы об этом пишете, и вы видите, что я, несмотря на всю свою занятость, стараюсь ответить на каждое ваше письмо. Иногда не в тот же день, там через несколько дней. Но я всегда отвечаю и на все ваши комментарии, и на ваши вопросы. Скажу также о том, что во время трансляции я не читаю ваши, как это сказать, комментарии во время самой трансляции. Но в конце я всегда стараюсь ответить на все ваши вопросы. Знаю, что сегодня как бы уже все устали и поздний вечер. Но, тем не менее, верю, что мне хватит сил ответить на каждый ваш вопрос. И я уверена, что их будет много. Прежде чем перейду непосредственно к измене, помните, в Жить Жизнь в грехе прощения поднят вопрос факта измены неоднократно. Скажу о том, что я сейчас не говорю в этой трансляции о том, когда измена используется как способ манипуляции, как способ там в профессиональном пикапе показать незаинтересованность или свою востребованность. Или когда манипулятор с помощью измены или ввода третьей стороны пытается заставить жертву там ему помогать или что-то делать, или каким-то образом его догонять. Я прошу сказать, что... Хочу уточнить, что сегодня мы говорим не об этом. Мы сегодня говорим соответственно все вопросы, связанные с манипулятивной изменой. Наверное, нужно будет сделать отдельную трансляцию на эту тему. Отдельную вообще трансляцию на тему измены, манипуляции с помощью измены. Но сегодня мы говорим о том, когда в семье происходит измена или предательство, или в отношениях происходит измена или предательство, и что с этим делать, и как с этим быть. Опять же, сегодня не буду касаться разделения полов, в каком формате. Потому что, то есть, если мужчина изменил, или если женщина изменил. То есть, я буду говорить в общем и для мужчин, и для женщин о факте измены. Но напомню, помните, я подробно говорила об этом в трансляции ревность. У меня буквально в ленте несколько дней назад была трансляция, несколько недель назад. Трансляция на тему ревности. И я вам там объясняла и говорила, откуда вообще берется такое понятие, как ревность. И вообще, почему в принципе ценность верности для людей важна вообще в целом. Потому что это показатель в первую очередь еще с тех, с тех давних времен уверенности в том, что твое потомство, это твое потомство. Я это объясняла. Естественно, мы уже выросли, мы не просто животные, у нас есть эмоциональный интеллект. И, соответственно, измена и вообще понятие ценности, как верности, очень трансформировалась у нас с тех пор. Вот, но я говорила в той трансляции, еще раз повторю, что измена для мужчины и для женщины имеет очень разное значение. То есть, для мужчины измена, в первую очередь, физическая измена. Ну, когда женщина ему изменяет, ему очень тяжело простить физическую измену. Для женщины, наоборот, в первую очередь, очень тяжело простить эмоциональную измену. Почему? Потому что для мужчины физическая измена на бессознательном уровне, это, как это сказать, от инстинктов еще давних, состояние такое, что как я могу быть уверен в том, что я отец своего потомства. Я знаю, что это смешно звучит в 21 веке, но тем не менее, это так. То есть, наши эти кнопки, наших инстинктов, они так или иначе срабатывают, работают и заставляют нас чувствовать или думать, или чувствовать в начале, а потом переводить это, рационализировать в какие-то мысли. То мужчине очень тяжело простить физическую измену. Женщине же, наоборот, намного сложнее пережить эмоциональную измену. Потому что эмоциональная измена, в первую очередь, является угрозой ее безопасности. Я помню, я когда-то рассказывала об инстинктах в одной своей трансляции, что женщина в мужчине всегда ищет защиты, а мужчина в женщине всегда ищет продолжение рода. Собственно, поэтому наши инстинктивные кнопки, инстинктивные кнопки продолжения рода, инстинкта размножения, они зашиты под разные вещи. Была у меня трансляция на своих мастер-классах, я об этом говорила неоднократно. Вот, поэтому вы должны это понимать. И интересно, что из-за физической измены, по статистике, мужчины разводятся намного чаще, чем женщины. То есть, для женщины это редко становится причиной прямо для развода. Но сегодня, когда я говорю об измене, я не буду делать разделение, мужчина это или женщина. Я буду говорить в общем, и буду говорить неважно, это была эмоциональная измена или это была физическая измена. То есть, сам факт того, что вы чувствуете, что вам изменили, или вы получили подтверждение того, что это с вами случилось, или это стало вашим опытом. Начну, наверное, с такой маленькой, с простой такой фразы. Эта фраза не моя, ее очень любит Таня Ларина повторять, поэтому ей большой привет и всем ее фанатам тоже. Мы сегодня тоже с ней общались и встречались. Вот, она говорит всегда о том, что измена это маленькая смерть. И естественно, я всегда за то, чтобы смотреть глубже и разбираться в том, что же происходит глубже. И исходя из этого, уже реагировать и смотреть на то, а что делать с этим дальше. Поэтому сегодня, в принципе, вам интересно, если вам интересно, ставьте мне сердечки. Я предлагаю разбить нашу трансляцию на несколько таких важных, на два направления. То есть, я внутри себя, как аналитик, как писатель, как знаток человеческих душ, предлагаю поделить измену на два вида. Первый вид измены, это измена как кризис. Я так решила для себя это назвать. И второй вариант измены, это вариант как выбор. То есть, что такое выбор и как кризис, я сейчас объясню. Кризис, это когда измена происходит там через какое-то время отношений, неважно, люди официально расписаны или они встречаются и так далее, из-за того, что в этих отношениях исчезла какая-то искра, которая нужна одному из партнеров. Это как раз-таки к вопросу темы влюбленности и того, что над отношениями нужно работать. Второй вариант измена как выбор, это когда вы узнали о том, что измена произошла, и человек, ваш партнер, говорит вам о том, что я ухожу из отношений. То есть, он принимает решение как выбор уйти к другому человеку. Поэтому мы с вами сегодня разделим измену вот на два таких направления и о каждом из них поговорим. Если вопросов будет много, то тогда я сделаю отдельные трансляции, которые будут называться измена как кризис и измена как выбор. И скажу, что начну, наверное, с того, что как кризис. Почему? Потому что, на мой взгляд, если не происходит вот этой ситуации как выбор, то есть, например, человек изменил, ваш партнер изменил, вы его на этом словили. И когда вы ему об этом сообщаете, его реакция на то, что вы узнали о том, что он изменил, а еще страшнее бывает, что он сам приходит и признается, потому что его совесть мучает. Вот, никогда так не делайте. Идите к психоаналитику, записывайтесь на консультации, но ни в коем случае не надо рассказывать партнеру о том, что вы изменили. Вы не сделаете ваши отношения этим лучше, это я сразу отвлекусь. Никому эта честность в этом случае не нужна. Лучше пойдите, выясните с психоаналитиком или со специалистом, который может вас проконсультировать или, возможно, моей трансляции сегодня вам хватит, чтобы это понять. Сделайте выводы и больше никогда так не поступайте. Но разделять ответственность за собственную измену с партнером я не рекомендую. И поэтому, когда мы говорим об измене как кризис, то есть это вот этот формат, когда вы узнали, и вы говорите партнеру о том, что вы знаете об измене, он вам говорит, да, это случилось, да, это произошло, да, я был неправ, я не хочу терять наши отношения, я хочу остаться, я тебя люблю, я там сделал для себя выводы. Вот эта форма, когда измена происходит как кризис. И вот здесь наступает очень и очень важный момент, которым я хочу сделать акцент. Когда семья переживает кризис измены, в этом кризисе так или иначе виноваты двое. И это сейчас не форма собраться всем мужчинам, которые присутствуют на трансляции, и начать пальцем указывать на свою жену там или жене на своего мужа, что вот видишь, я тебе изменяю, потому что ты в этом виновата. Виноваты в этом оба. Объясню сейчас почему. Помните, на трансляции отношения я рассказывала вам о том, что в любом случае, если мы нечестны с собой и со своим партнером в отношении, и что на самом деле наш партнер это самое близкое, что есть в нашей жизни. На самом деле дети вырастают очень быстро, все в жизни может меняться. И в первую очередь наш партнер, наш муж, жена и так далее, это наш друг, с которым, если мы хотим провести всю свою жизнь, мы должны ставить приоритет в этих отношениях полная честность и постоянные разговоры и договоренности. То есть, постоянное обсуждение, куда мы двигаемся дальше и диагностика того, что изменилось в отношениях и те традиции, которые поддерживаются в отношениях или не поддерживаются. Послушайте для тех, у кого, кому интересна тема отношений. Так и называется трансляция отношения, как перестать бегать по граблям. И вот здесь наступает очень важный момент, на котором я хочу сделать акцент. Я говорю на той трансляции об этом и сейчас повторю, что всего, чего вы не будете иметь в своих отношениях со своим партнером, самым близким человеком в вашей жизни, вы так или иначе будете добирать на стороне. Что это значит? Это значит, что если вам в отношениях не хватает эмоций, рано или поздно вы пойдете искать эти эмоции на стороне. Если вам не хватает там каких-то игр в сексе, рано или поздно вы пойдете и найдете это на стороне. Если вам не хватает со своим партнером интеллектуальных бесед, или о чем-то интересном, то есть вам с ним не интересно интеллектуально, вы не совпадаете, вы всегда будете где-то искать это на стороне. И вот здесь, помните, я в той трансляции говорила, что это всегда вопрос вот этих наших ценностей и насколько мы совпадаем. Поэтому, когда в нашей жизни происходит физическая измена, это значит, что между партнерами где-то потерялась вот эта грань сексуального влечения друг к другу. И помните, я всегда говорю о том, что любовь это всегда уважение, доверие, забота, забота через действия и, конечно же, сексуальное влечение. И точно так же, как мы поддерживаем уважение, доверие и заботу, точно так же очень важно в отношениях между мужчиной и женщиной поддерживать именно это сексуальное влечение. И в той трансляции я рассказывала, и я еще раз повторю, что в первую очередь это создается через традиции и обсуждения. К сожалению, в советское время так многих воспитывали, что людям очень стыдно говорить о том, что они любят или что они хотят. Что многие вещи так или иначе они считают, ну, где-то там в своей, в шезде хотела сказать, в своих мыслях приличными или неприличными. То есть, они не честны с собой. И это является со временем той причиной, когда партнер или темпераменты не совпадают, когда партнер на каком-то этапе вдруг добирает вот этот вот недостаток сексуального влечения где-то на стороне. Вот. И здесь вот важный момент, если это произошла только физическая измена. Если, например, это произошла эмоциональная измена, когда вы увидели, что там были переписки, были какие-то отношения, то есть, там были эмоции, то значит, чего не хватает партнеру в отношениях? Значит, партнеру в отношениях не хватает эмоций. Теперь очень важный момент, почему нельзя показывать пальцем на свою жену или своего мужа и говорить в том, что я тебе изменил, виновата ты. Потому что в тот момент, когда вам чего-то не хватает, вам не хватает эмоций или сексуального удовлетворения, в этот момент нужно идти не налево. Нужно идти к самому близкому человеку в своей жизни, к своему мужу или жене. И в правильной форме выходить на разговор и это обсуждать. То есть, есть много способов для этого. И вот, кстати, на моем мастер-классе «Жить жизнь» на четвертом уроке. Я буду поднимать эту тему, когда, помните, я говорила, что самодостаточность – это пять граней. И вот эта пятая грань – управление чужими комплексами и умение видеть комплексов других. Это вот как раз-таки к разговору о том, как мы выходим на общение, и как мы разговариваем со своими партнерами, и насколько мы умеем следить за формой. Потому что в любой беседе очень важна форма и содержание. Иногда с содержанием может быть все в порядке, а с формой нет. Или наоборот, с формой все в порядке, а с содержанием не очень. Вот, поэтому вот здесь вот, когда мы говорим о измене как кризисе, очень важно, чтобы вы оценили и осознали, что в том, что это случилось, в этом виноваты двое. Теперь следующий момент, о котором стоит сразу поговорить. Если это кризис, то здесь нужно задать первый вопрос партнеру, очень важный. Что это? То есть, является ли верность для тебя ценностью? Если для него верность ценностью не является, помните, в трансляции об отношениях я об этом говорила, всегда обсуждайте ценности, которые для тебя важны. И многие ошибочно думают, что если для него верность является ценностью, которая важна, что это будет автоматически и для его партнера. Думаю, что так темно, надо включить свет. Что это будет автоматически ценностью для его партнера, но это не так. Вот это высшая глупость мышления, когда вы оцениваете других людей по себе. Неправда это. Ну, то есть, не надо мерить ценности других по себе. И я приводила этот пример на одной из трансляций, на трансляции отношений. И говорила о том, что если мальчик вырос в семье, где отец постоянно изменял, то очень много, ну, в 99% случаев для него верность не будет являться ценностью. И вот это вот момент, когда тут важно определиться. То есть, если это не является его ценностью, то этот кризис может очень затянуться. Если же верность все-таки является его ценностью, то тогда получается, мы приходим к разговору о том, что два партнера столкнулись с кризисом, и они приняли решение двигаться дальше в этом всем. И здесь придется над собой работать, придется менять ту форму отношений, которая у вас была до измены, на что-либо другое. Потому что, значит, чего-то не хватает в этих отношениях, что один из партнеров пытается добрать на стороне. И это очень-очень важный момент. То есть, то, что я хотела сказать и так далее. Несколько важных вещей, чего делать нельзя. То, что вообще под запретом. И если вы сейчас меня слышите, и в вашей жизни происходит, не дай бог, такая ситуация, не знаю, запишите это себе, повесьте красные плакаты на стене. Но есть вещи, которые делать нельзя. Первое, что очень-очень важно, когда в семье происходит измена и есть дети, особенно если эти дети находятся в переходном возрасте и так далее. Ни в коем случае нельзя в этот кризис подтягивать детей. И если вдруг по каким-то причинам ребенок узнает, что отец там изменил, допустим, или мать изменила отцу, и ребенок об этом знает, то очень важно ребенку объяснять, что на его взаимоотношения ребенка и матери, ребенка и отца это никаким образом не может и не должно влиять. То есть, разделять это. Потому что очень часто из-за того, что родители начинают это все прилюдно при детях выкидывать, и потом еще используют ребенка как форму манипуляции для того, чтобы заставить там отца сделать те или иные, или мать те или иные вещи, ребенок получает очень много травмы. Поэтому детей подключать к этому конфликту ни в коем случае нельзя. Второе. Никогда, ни при каких обстоятельствах не начинайте спрашивать у своего партнера, сколько раз это было. Это на самом деле не имеет значения. В сексе она или он лучше или хуже? Что ты испытывал при том, когда ты занимался с ним или с ней сексом? То есть, эти все подробности, ваше желание выяснить все эти подробности, на самом деле сигнализирует о вашем мазохизме. И это как раз таки та причина, когда нужно немедленно бежать к психоаналитику, потому что это ненормально. И на самом деле не важно вообще, сколько раз это было и почему это было. Потому что важно, что нужно сделать для того, чтобы это не повторилось вновь и вновь. Следующий этап, когда мы говорим о том, что чего делать нельзя. Вы должны понимать. Помните, я вам рассказывала об инстинктах и говорила о том, что когда у нас срабатывается, нарушаются наши границы безопасности, как реагирует наше тело. Бей, беги или замри. Помните, я вам рассказывала об этом? Бей, беги или замри. Если на нас происходит физическая опасность. Если у нас происходит эмоциональная опасность, психологическая опасность, то на любую, как сказать, деструктивную ситуацию психика чаще всего включает несколько защитных механизмов. Каждый из них является на самом деле разрушительным для преодоления кризиса. Я помните, когда говорила о раздражении, тоже объясняла вам, как работают эти эмоции. И вот завтра, кстати, на курсе Жить жизнь. Первое, с чего мы начнем, это умение чувствовать себя из техник, которые позволяют вам работать и отслеживать, анализировать, вырабатывать себе эту осознанность, почему мы испытываем те или иные эмоции и ощущения, и что на самом деле за этим стоит. Так вот, когда вы со своим партнером, естественно, он чувствует, он находится в состоянии вины в этот момент, если измена является его ценностью. В этот момент вы пытаетесь его еще трясти и колотить, чтобы у него будет несколько реакций на любую деструктивную, для него раздражающую или негативную ситуацию психически, он будет психологически или бежать, или бить, или замирать. То есть, если бей, то это будет проявляться через агрессию. Что это значит? Вы пытаетесь своему партнеру сказать, вот, ты мне изменил. А он будет взрываться и говорить, я не хочу об этом говорить. Второй вариант формы беги, это будет как раз таки избегание. То есть, он будет уходить просто от разговора всеми доступными способами. Замри, это форма игнорирования. То есть, давай сделаем вид, что это между нами, что этого ничего не было, и будем жить дальше. Это делать нельзя. Если вдруг вы являетесь человеком, которому изменили, первое, с чего вы должны начать, вы должны позволить себе испытать ту эмоцию, или то страдание, или выплакать ту боль. То есть, то, что вы считаете, то, что вы испытываете от того, что это произошло. То есть, это очень-очень важно. Эту боль, ну эту, я не знаю, боль это условно, но все равно пусть будет боль, боль. Вы должны, не должны ни в коем случае агрессивно, или избегать, или игнорировать. То есть, это касается обоих партнеров. Вам очень важно, особенно тому, кому изменили жертвы, скажем так, этой измены. Очень важно эту эмоцию прострадать. И я вас очень прошу и призываю, в случае, если вдруг произошел кризис, не надо бежать и рассказывать обо всем, всему миру, что ваш партнер вам изменил. Потому что завтра вы этот кризис преодолеете, но вам будет, ну как бы вам будет сложно, объясню сейчас чуть позже, из-за страха даже сейчас объясню общественного мнения, если вы рассказали всему миру, простить или пережить этот кризис. Поэтому очень важно, когда мы говорим, что измена произошла как кризис, это быть искренним самим собой и прострадать эту боль. То есть, тот, кто изменил, должен прострадать эту боль собственной вины, а тот, кому изменили, должен прострадать это чувство, которое он испытывает. И здесь очень важно понимать и осознавать, что в тот момент, когда вам изменяет, за этой изменой стоит очень важное несколько чувств, которые могут стоять. Это может быть гнев или это может быть страх. Помните, я делала разделение наших эмоций, за каждой из которых стоит на самом деле какое-то большое чувство. И в этот момент, понятно, иногда нам сложно разобраться сразу с первого момента, научиться сразу отслеживать, но я просто приведу вам несколько примеров. То есть, если вам больно, нужно задать себе вопрос. Помните, я говорила, это фокусировка. Что я испытываю сейчас? Что конкретно есть внутри меня? Второе, это чувствование. Что это за чувство? То есть, где вот оно находится? Я хочу его почувствовать до конца. И идентификация этого чувства. Почему? Потому что для того, чтобы избежать повторения и по-настоящему простить и проработать эту ситуацию, очень важно, чтобы вы идентифицировали. Так вот, что происходит в тот момент, когда сейчас жертва, которая испытала чувство измены, ей изменили. Что, как правило, за этим стоит? За этим стоит или гнев, или страх. Вот, у мужчин чаще стоит гнев, у женщин чаще стоит страх. Почему? Потому что в этот момент включается огромное количество страхов. Первый, это страх общественного мнения, страх развода, страх одиночества, страх оценки, страх предательства, страх измены, если был какой-либо опыт. Страх повторения судьбы своей матери. То есть, огромный перечень страхов, которые начинают давить и усиливать, как снежный ком, который активирует эту измену. Получается, что в тот момент, когда вы отработали или проработали эти страхи, то ваше отношение к измене, вам ее намного легче отпустить или принять. Вот так вот правильно я бы сказала. Вот, у мужчин чаще гнев. Потому что, то есть, для женщины, когда ей изменяют, это всегда удар по ее самолюбию, в первую очередь, и страхи, связанные с ее социальной защитой. Для мужчины это как раз-таки показатель того, что его самка не только его, то есть, подключение эго, поэтому у него включается гнев. И к чему я хотела сказать, что для того, чтобы кризис преодолеть, должен работать не только один партнер, который изменил, но и должны работать оба. И придется выработать новую форму, новую модель семьи, которая, то есть, в любом случае, после преодоления этого кризиса, однозначно станет лучше. Есть одна из очень хороших техник. Это, кстати, из американской психотерапии семейной. Мне она вообще очень-очень нравится, потому что я видела неоднократно, как она работает. Естественно, это техники еще прощения, которые обязательно использовать. Вот, я хотела сказать о том, что очень и очень важно в этой ситуации, если вдруг вот наступает такой момент, что я тебя видеть не могу, и находиться рядом с тобой не могу, мне нужно время. И люди не расстаются в кризисе, они принимают решение, что, например, они живут отдельно там 21 день, мне кажется, что 40 работает лучше. И в это время каждый из них работает, проходит терапию для понимания того, что произошло и почему произошло. И для того, чтобы искренне простить, принять и отпустить. И, допустим, через 40 дней они встречаются, встречаются, договариваются встретиться в определенном месте. И если они приходят в это место оба, то больше об измене или способы упрека с помощью измены никто не вспоминает. То есть, они вырабатывают новую модель их семьи. И проходят те все этапы, которые происходят в формировании отношений. Это этап влюбленности, дружбы, заботы, уважения, доверия и так далее. Естественно, самое сложное, с чем столкнется, с жертвой измены сталкивается, возвращаясь в отношения, это, конечно же, с элементом доверия. И вот здесь я хочу сказать, что тот, кто условно явился изменником, чтобы он тоже был терпим к тому, кому он изменил. И вот этот вот момент, когда жертва может на первом этапе требовать проверок или включать дополнительный контроль, не включать агрессию или избегание, или игнорирование, а наоборот дать ей то, что она хочет. Потому что для нее это способ жертве восстановить это доверие. То есть, когда она на... У кого-то на 21 раз, у кого-то на 95, у кого-то на 105 раз она убедится, что он честен, это доверие, возможно, проснется опять. Вот. Поэтому такой вопрос по поводу того, что такое измена, как кризис. Теперь давайте поговорим о том, что такое происходит в наших отношениях, когда происходит измена, как выбор. Измена, как выбор, это момент, когда человека вы словили на измене, он говорит, да, я ухожу в эти отношения. То есть, он принимает решение, что он за семью бороться не хочет. Иногда еще бывает такой момент, что вы ловите человека на измене, и вы не хотите никаким образом это прощать. То есть, вот мы сегодня, кстати, с Таней и Лариной сидели, обсуждали, и вот и она, и я в этом формате абсолютно согласна с тем, что если вы не готовы, не хотите вообще каким-либо образом работать над кризисом, если измена произошла, то есть, тот, кто изменил, хочет дать шанс отношениям, а вы не хотите, то на самом деле эта измена уже стала просто последним поводом или той причиной, почему вы уже окончательно выходите из этих отношений. Потому что, если взять вообще всю терапию исследования семейных отношений, то есть, рано или поздно, это единичный случай, когда люди там за 50 лет брака ни разу, нигде не были даже хотя бы на эмоциональной измене, как это, их не поймали. Потому что, в любом случае, где-то на разных этапах очень часто такое происходит, когда партнер особенно там уходит в детей или уходит в работу, а другой партнер чувствует себя одиноким, он пытается это где-то компенсировать. Поэтому я все-таки за то, чтобы относиться к измене как к кризису, если ваши отношения вас по всем другим параметрам устраивают. Но бывают ситуации, когда происходит это как выбор. Какая терапия или вообще что с этим делать, когда ты чувствуешь, что тебя предали. Помните, я говорила, что за вот этим состоянием, как правило, стоит или гнев, или страх. И вопрос возникает от тебя ушли, какая форма страхов или какая форма гнева, которую тебе предстоит проработать и поработать над собой. Здесь я хочу сделать очень важное, естественно, здесь включаются техники прощения и, конечно же, техники принятия. И уважение к тому, что когда мы находимся в отношениях, это всегда выбор двух свободных людей. То есть, это суметь принять выбор другого человека. Я знаю, что эго иногда очень тяжело свое побороть. Я знаю, насколько это большой удар, особенно, когда партнер уходит к кому-то другому, и он счастлив, а ты остаешься в одиночестве, и тебе безумно от этого больно. Но это тот момент, когда, помните, я всегда часто говорю, что мы испытываем боль, и боль является сигналом, что в этом вопросе мы можем стать лучше или проработать и работать над собой. И в этой жизни не бывает плохо или хорошо, бывает только два варианта. Это как мы реагируем, это нас убьет или это сделает нас сильнее, мудрее, эффективнее и научит нас иначе смотреть вообще на жизнь и на многие другие вещи. И здесь я хочу очень важный акцент сделать, что если вдруг вы столкнулись с изменой как выбором, то очень важно прорабатывать страх повторения ситуации и страх повторения ситуации, и страх измены. То есть, входя в новые отношения, не ожидать опять этой боли, иначе вы обязательно выберете того человека, который непременно с вами опять это сделает. Могу объяснить, почему так произойдет, могу не объяснить, но все наши самые большие страхи, если мы сами не работаем над ними, рано или поздно будут реализованы через тех людей, которые находятся вокруг нас, для того, чтобы показать нам, что это не так уж и страшно. Поэтому я всегда за то, что когда в нашей жизни происходит кризис или точка боли, это в первую очередь тот момент, когда нужно понять, в чем я могу стать лучше, почему это случилось со мной, и не перекладывать ответственность на другого только лишь человека, а принять для себя как факт, что это является обоюдным. То есть, обоюдным. И что это произошло, и в этом есть тоже часть какой-то моей вины, или я чего-то не увидела, или чего-то не поняла. Теперь вот я тут увидела, пишет, измена как способ тихой мести. Скажу сразу, вернусь. Я начала свою трансляцию с того, что я сразу сделала вам акцент на том, что я сегодня не поднимаю формы мести и формы манипуляции с помощью измены. Я сегодня говорю о том, что когда люди находятся в конструктивных здоровых отношениях, не тогда, когда вы живете там с человеком, который только свою самооценку поднимает за счет того, что он спит с другими женщинами или мужчинами. Я сейчас не об этом. Я сейчас говорю о том, что вот были конструктивные счастливые отношения, неважно это брак или это просто гражданские отношения, в каком формате. То есть, люди просто живут вместе. И вдруг произошла измена. Поэтому моя трансляция сегодня не посвящена форме манипуляции, форме компенсации, форме мести и всего остального. Захотите, могу сделать отдельную трансляцию об этом. Вот. Поэтому мой, как это, совет всегда о том, что всегда нужно разговаривать. И понимаете, очень важно в этой жизни все-таки думать о тех ценностях или о тех людях, с которыми вы живете, о том, какие ценности есть, и что им может двигать или не двигать в какой-то момент. Сейчас, я думаю, что, наверное, самый важный вопрос стоит озвучить. А если человек изменяет все время? Вот мы преодолели с ним кризис, выработали новую модель, и это произошло второй или третий раз. И если это происходит второй или третий раз, то это патология. И здесь вам внутри себя нужно принимать решение, готовы ли вы с этим жить или не готовы. Вот. И я же говорила о том, что когда мы сталкиваемся с изменой как выбор, то есть, на самом деле, очень часто, особенно если это женщина, первое, с чем она сталкивается, с огромным количеством страхов. И в том числе, там, страх того, что я больше никогда не буду счастлива или не буду замуж, или страх одиночества, или страх общественного мнения, что скажут подруги и все остальное. И это огромный пласт работы над собой. Итак, отвечаю на ваши вопросы, которые у вас возникли. Понятно, что на самом деле, когда мы говорим об измене, это огромный-огромный кейс вообще, который можно рассматривать с разных сторон. Ленка Королева, где вы зарядились? Сегодня прям такой заряд. Не знаю, мне кажется, такой же, как всегда я, такая же. Наоборот, я сегодня очень уставшая, я прям вообще уставшая-уставшая. Очень интересно, добрый вечер, спасибо вам огромное. Привет-привет-привет. Привет-привет-привет. Так, всем привет. А что, если человеку в четырех браках чего-то не хватало, и он изменял всем, со всем, что движется? Кто виноват? Ну, это вот как раз та тема, о чем мы говорили с вами. Это как раз таки форма компенсации. То есть, человек является, как правило, или адреналинозависимым, потому что новый секс для мужчины, он всегда вызывает адреналин. Естественно, он ловит вот эту вот адреналин, погашенный эндорфином. И вы же понимаете, почему люди подсаживаются на измену? Ну, почему для многих она становится... 12 областей мозга во время измены, особенно, если для человека это является ценностью, включает у него выброс разных гормонов. И что это значит? Это значит, что когда человек находится в сексе через измену, его адреналин еще выше. Тот, кто изменял, сейчас согласятся со мной и скажут, да, это правда. И многие подсаживаются вот на этот адреналин, и именно поэтому изменяют. Потому что они компенсируют вот этот свой комплекс неполноценности за счет завоевания новых партнеров. Естественно, в этом уже не женщина виновата, в этом виноват... Или там виноват тот, кто изменяет. И вы вспомните мои слова, может быть, вы не до конца меня услышали, или там... Знаете, из того, о чем я говорю, на самом деле, вы слышите только 10%, а я говорю очень много. И я говорила, что если происходит измена, как кризис, и человек больше этого не хочет в своей жизни делать, то это работа обоих. И я говорила о том, еще раз повторю, что это не только вина тому, кому изменили. И если кто-то вам пытается навязать и сказать, что я изменяю тебе, потому что ты плоха в постели, и ты в этом виновата, это неправда. Это форма манипуляции и навязывания чувства вины. Это я вам просто скажу, никогда не верьте в это. Потому что в тот момент, когда в отношениях происходит кризис, один идет к партнеру и разговаривает, и говорит, давай что-то с этим делать, я не удовлетворен в сексе. А другой партнер в это время идет и бежит, изменяет. Понимаете, еще приходит и упрекает в этом жертву. Поэтому здесь вопрос вот того, что однозначно, что здесь это тот случай, о котором я говорила, что сегодня я не касаюсь своей трансляции этих случаев. Руслан. Так, Анна, вам большой респект. Спасибо вам огромное. Бабочки слетаются. О, какая низость, не знаю, чего касается. Многие говорят, если человек изменил один раз, изменит и второй. Отсутствие ценностей, стиль жизни или не находит свои ни в одном партнере. Я еще раз повторяю, если для человека ценностью не является семья, не будет являться ценностью верность и семья, он будет это делать постоянно. Я уже об этом сегодня говорила. Если мы говорим о кризисе отношений, где верность является ценностью для человека, и он изменил, то, естественно, он будет разбираться и делать все возможное, чтобы это не произошло второй или третий раз. Понимаете, в чем? И работать не только партнеру нужно, но и тому, кто находится. То есть, двоим партнерам в отношениях нужно над этой ситуацией работать. Вот. И я еще хочу сказать вам, что ошибка очень многих, что они тоже идут там в отместку, начинают тоже мне изменили, я изменил. Это не работает. Помните, в грехе прощения я поднимаю этот кейс с Игорем Думанским. Вот это вот как бы замена или месть, сместительная компенсация, она не работает. Работает только развивающая компенсация. Интересная тема. Добрый вечер, Татьяна. Добрый вечер, добрый вечер. Да, это все так, вы очень правильно все говорите. Ну, а если дети все знают, так как папа знакомил сам с любовницами, с любовницей, вот что тогда? И папа полностью изменил отношение к детям, троим, уйдя к любовнице, дети не существуют для него. Никак не видится никакого участия в воспитании и развитии. Даже элементарного поздравления с днем рождения нет, почти 4 года уже. Я, Виктория, я искренне скорблю, что в вашей жизни такая ситуация. Но так бывает, и вам придется это принять, и придется простить. И вы должны, знаете, вот в этой ситуации я всегда говорю о том, то, как поступает он, это его ответственность. То, как живу и поступаю я, это моя ответственность. И эта ситуация может убивать меня, да, и мешать мне жить жизнь. Или я стану тем человеком, который, несмотря на эту боль, встает с колен и двигается дальше. И, к сожалению, я думаю, что это факт. Все равно, так или иначе, в первую очередь, когда женщины рождают детей, к сожалению, это так. Она все равно, так или иначе, за них более ответственна, чем мужчина, который может в любой момент уйти и начать строить новую жизнь, особенно в наших странах. К сожалению, это происходит. Это происходит каждый день. И когда мы говорим, знакомит с любовницей или не знакомит, то есть, у него получается измена случилась, как выбор. Помните, о чем я говорила? И это тот момент, когда нам предстоит пройти. Вначале через свою боль, которую нам нужно прострадать, и ни в коем случае не глушить, выплакаться и так далее. И следующее, с чем мы начинаем работать, это, естественно, прощение и принятие этой ситуации. И я знаю, что это тяжело звучит, но это нужно сделать не ради него, а ради себя. Ради того, чтобы вы смогли начать жить иначе. Потому что вы достойны быть счастливой. Вы из-за того, что он так поступил, не должны себя блокировать, и не должны всю свою жизнь потратить на ненависть, или на обсуждение, или осуждение. Как же он мог так поступить? Это его ответственность. Поэтому я в вас верю и знаю, что вы захотите, вы сможете найти огромное количество техник, как снимать эту боль. Я сделаю чуть позже трансляцию по технике прощения, потому что многие тоже очень просили. Анечка, добрый вечер. Прокомментируйте, пожалуйста, такую ситуацию. Для мужчины норма гулять. Я так привык, по-другому не могу. И с первой женой, и со второй. Но при этом его женщина не имеет права. Надо только его. Верность в этом случае для него ценность или нет? Как-то однобока. Ну, я вам рассказывала. Ну, здесь очень важно. Однозначно ценность не является его... Верность не является его ценностью. Однозначно, я не хочу сейчас тут громко поставить диагнозов. Но как бы я бы сразу сделала очень многие выводы по такому отношению, потому что для этого человека однозначное отношение, не двустороннее движение. Вопрос в другом, Анна. Зачем вы входили в отношения с человеком, который изменял своим предыдущим партнером и говорил, что он никогда это не изменит и никогда это не перестанет делать? То есть, если для вас верность является ценностью, то тогда вам не нужно было входить в отношения с этим человеком. А если уж вы в них вошли, зная это, то тогда вам нужно или принять, или уходить из этих отношений. Ну, извините, но так и будет. Ну, потому что иначе как бы смысл страдать и убиваться из-за этого. Теперь по поводу того, почему ему изменять можно, а вам нельзя. У человека есть, считается 12 умов или интеллектов, три системы мозга. Это рептильный, это наша олимпическая система мозга и визуальный. Вот, тема того, я буду говорить завтра на своем курсе об этом, какая часть за что отвечает. Рептильный мозг, он как раз таки отвечает за наши инстинкты. Послушайте мою трансляцию об отношениях. О, не об отношениях, а о ревности. Там я объясняю, как это работает. То есть, это говорит как раз таки, для меня уже как бы, поэтому я уже могу о человеке очень много сказать. И для меня как раз таки его такое заявление четкое является, то есть, я понимаю уровень развития его, того, что происходит в его голове. Если он разрешает себе это делать, а вам нет. Послушайте эту трансляцию про ревность. Зачем говорить о том, о чем не знаешь? Не знаю, чего касается Ольга в этой ситуации, но скажу о том, что я никогда не говорю о том, чего я не знаю. Вот, если вы не до конца что-то услышали, переслушайте еще раз трансляцию. Брачные агентства должны работать открыто, просвещать молодоженов, как найти свою лебединую половинку. Врачное агентство задача только познакомить, а не то, как вы будете выбирать себе партнера. Смотрите трансляцию отношения и делайте эффективные выборы. Я всегда говорю о том, что причина-следственная связь во всем происходит в нашей жизни. Что то, что мы имеем, это результат наших выборов вчера, выборов наших действий. То есть, когда ты делаешь другие выборы, ты получаешь другие результаты. Вот. Привет, Анна, а вы сами замужем? В настоящий момент я не замужем, официально имею в виду. Измена как способ тихой мести, это я уже прокомментировала. Всех изменщиков и предателей надо вешать. Анна, вы очень умная, благодарю. Ну, я романист, я пишу психологические романы, романы-тренинги, поэтому, наверное, да. Если мужчина изменяет постоянно, потом возвращается и поступает опять так же. Я уже отвечала сегодня, Лара, на этот вопрос, что это вопрос отсутствия его ценности, либо его компенсации, поэтому либо ему, если он действительно искренне хочет измениться, предстоит большая серьезная терапия над собой, и тогда он перестанет это делать. Вот, либо вам придется, если для вас ценность семья, рано или поздно делать выбор. Я всегда использую правило трех. Для меня как бы всегда, я во всех ситуациях даю людям три шанса для того, чтобы быть уверенной в том, что я не сумасшедшая, эксцентричная, безумная какая-то идиотка, которая после первой ошибки. Мы все можем ошибаться, и я имею право ошибаться. Я же говорю, что мы не идеальны, нет в этом мире идеальных людей. И мы так воспитаны. Помните, я многократно поднимала, почему нужно работать с собственными страхами. Потому что страхи наш выбор. Из-за того, что нам в детстве затыкали рот строгие родители, мы тотально не умеем говорить о том, что мы чувствуем и думаем. И что происходит дальше с нашей жизнью? В тот момент, когда мы не удовлетворены, вместо того, чтобы прийти и об этом сказать, мы молчим из-за страха обидеть человека. Страх сказать, что ты думаешь и чувствуешь. Страх потери, потерять эти отношения, из-за этого ты молчишь. Страх обидеть человека, страх обидеть мужчину или страх обидеть женщину. Это все та тона, извините, дерьма, которая тянет нашу жизнь вниз. Потому что из-за этого выбора, из-за того, что тогда, когда два года назад у вас секс превратился в, как это, один раз в год отрабатывание семейного долга, никто из вас не остановился и об этом не поговорил. Почему кто-то из вас сделал тот или иной выбор, и к чему этот выбор в результате привел? Здравствуйте, скажите, есть где-то эта тема изложена на бумаге, например, вашей статьи или книги. У меня есть книги «Грех прощения. Жить жизнь», где поднимается очень много разных кейсов и тем. Вот, тема измены поднимается, как реакция героини на те или иные события. Скажу вам, если у вас, вы хотите углубиться в тему страхов, приглашаю вас присоединиться к курсу «Жить жизнь». Только бесстрашные могут все, безрассудно смелые могут все. Потому что, когда ты избавляешься от страхов, это уже не безрассудство. Именно выбор, который приводит тебя к тому результату, к которому ты хочешь прийти. Добрый вечер, книги. Спасибо, Ксюша, что ты... Как можно узнать, изменяет или нет? Я вообще хочу вам сказать, если вы не знаете и вас вообще... Ну, зачем в это лезть? То есть, кому нужна... То есть, я вообще считаю, что каждый... Каждый человек знает, когда ему изменяют, когда нет. Но по каким-то причинам он делает вид, что он этого не видит. А если как бы не изменяют, значит, не изменяют. Ну, мне так кажется. Мне в жизни изменяли два раза, и я два раза это видела четко. Абсолютно. Ну, то есть, как бы другой вопрос, что из-за каких-то страхов или безразличия, я делала выбор на этом не акцентировать внимание. Но это же сразу считывается, ну, по всему. Все правильно, постоянная измена, это патология. Да, и не надо думать, что если человек изменяет, то есть, он приходит вам и говорит, это был наш кризис, ценность для меня верности, продолжает делать то же самое. Я же всегда говорю, не верьте словам, верьте действиям. То есть, чувства, это не слова, это действия. И когда я говорю, что отношения и любовь, это уважение, доверие, забота и сексуальное влечение, то когда я говорю о слове забота, я как раз говорю о действиях, которые совершает человек в отношении вас. Нет оправданий изменам, кто кого поощряет и оправдывает, тот хуже изменщика, каждый будет отвечать за свои деяния. Так, ни о чем, сказал Мурат Мурат, и пошел, наверное, изменять. Может ли у пары категорически исчезнуть интерес ко всем другим членам противоположного пола, когда они любят друг друга, и у них, как и вы заметили, конструктивные отношения? Может ли у пары категорически исчезнуть интерес ко всем другим членам противоположного пола? То есть, вообще не видят ни других мужчин, ни женщин? Ну, теоретически может, но если отношения хотят... В отношениях важна такая форма, как влюбленность, то в любом случае форма влюбленности всегда поддерживается за счет игры в ревность. И вот эта игра в легкую ревность, она, естественно, не может, если ты никого совсем не видишь. Вот. Ну, мне кажется, это нереально, разве что они вдвоем на необитаемом острове, все равно вокруг будут люди. То есть, все равно, так или иначе, происходит же какая-то коммуникация с другим миром. Разно... То есть, теоретически, возможно, это возможно. Но практически мне очень сложно вам сказать, чтобы я видела такие случаи. Чтобы я могла вам сказать, вот, эта пара прожила 50 или 60 лет вместе, и они ни разу никого не видели, и на другую сторону не посмотрели. Другое дело, что это никуда не перерастало. То есть, они оставались друг другу верны, делая выбор быть верным. И они, допустим, удовлетворены в своих отношениях, у них есть ценность семья. Вы знаете, мой муж, он мне когда-то сказал, говорит, я в предыдущих отношениях там постоянно изменял. А сейчас я думаю над тем, что даже когда какая-то мысль такая появлялась там где-то, о том, что стоит ли эта измена, возможно, патологически или там чисто, возможно, теоретически, правильное слово, теоретически, что я могу потерять или потерять тебя, или потерять наши отношения. Вот это вот форма, когда отношения являются для человека ценностью. Мы все будем получать каждый день огромное количество, как их зовут? Уже устала я сегодня. Искушений. Искушений. Но вопрос, что мы с этими искушениями делаем? Вот. Здравствуйте, Анна. Спасибо вам большое. Мне сегодня повезло. Спасибо вам. Как можно узнать? Нет понятия, нет ни поднятия самооценка, ни манипуляция. Например, человек лжет, обижает, унижает, не понимает своих ошибок, даже методом конструктивного диалога, и не хочет отпускать, не хочет отпускать и обещает измениться, остается таким же. Ведь по правде люди ведь не меняются, это как группа крови. Измена, как маленькое внутреннее самоудовлетворение, компенсация за его поведение и отношения. Это ваша измена или его, я так в конце и не поняла. Но то, что вы описываете, то, что вы говорите, это как раз таки отношения, которые я называю манипулятивными, где один из партнеров является донором. Вот, и вам нужно в этой теме разобраться. Немедленно почитайте книги мои или посмотрите трансляции об абьюзе, о психопатах, о том, как они проявляются, как они себя ведут и так далее. Вы получите там очень много ответов. Анечка, пересчитав две трилогии, столько поняла, помирилась с любимым. Почему нам такие вещи не преподносят в подростковом возрасте? В 44 пришла к этому, благодаря тебе, наша волшебница. Спасибо, Алена, ваши слова большая честь для меня. Молодец, девочка, умничка, спасибо огромное. Можно узнать, изменяет или нет? Этот вопрос уже третий раз был. Давно хотела услышать данную информацию. Вы не понимаете, я просто сотни писем ваших получаю на тему измены. Хотя я вообще не хотела об этом говорить, если честно. Потому что я считаю, я все-таки как специалист стараюсь держать в каком-то направлении. Есть полно психологов, которые постоянно об этом говорят, рассказывают и так далее. Но, наверное, у меня тоже есть мысли сквозь свой опыт, аналитику и знания, которые я очень верю, что они тоже сегодня стали цены для вас. И, возможно, очень многие вещи вы услышали или поняли под другим углом, и пришли к конструктиву. Тимур, Анна, привет. Юлия в отместку помогает. Я сама отомстила, и мне помогло, мне стало легче. Вопрос, что дальше произошло с вашими отношениями, Юля. То есть, вот как бы, и что с ними произошло, и знает ли ваш мужчина, или тот, кому вы изменили, что вы ему отомстили, изменили в отместку. Вот, потому что вы в этот момент, когда вы включили мстительную компенсацию, это была просто агрессия. Ну, то есть, это форма психологического нападения месть. Понимаете? И самое страшное, что вам не хватает. Почему люди мстят? Мстительная компенсация за счет третьих людей. Это то, что я поднимаю в грехе прощения эту тему очень активно. Почему мы это делаем? Вот. Анна, привет, рад тебя видеть. Добавь меня в друзья в фейсбуке. Заранее спасибо. Не обещаю, потому что у меня там очень много людей в списке. Ожидание называется это. Вот. Ничего подробного мужики не должны изменять. Ну, я, например, была в очень верных своих отношениях многократно. И я как раз таки не придерживаюсь той точки зрения, что все мужчины изменяют. Ерунда все это. Если в отношениях сексуальная тема удовлетворяет обоих партнеров, никто никому не хочет, не стремится изменять. И если у человека ценность, верность, а не компенсация за счет постоянной измены, или он там сексоголик, адреналиновый наркоман, понимаете? Если он здоровый, то есть, он не будет этого делать. Произошла измена, как выбор. Муж ушел, не прощаясь, и не сообщил, что уходит. Не извинился и полностью забыл за ребенка. Два года во всех смыслах, не могу понять. Ну, Анна Ковальчук, на самом деле, если мужчина так поступил, это его проявление уже было неоднократно, безответственность. И как маленький мальчик, который бежит, когда ему не хочется говорить. Помните, я говорила, реакция психики? Бей, беги, замри. Вот это вот беги, как раз таки и происходит. То есть, избегание, то есть, если я ее не вижу, значит, мне не нужно объяснять эту систему или эту ситуацию. То есть, это его форма. То есть, ваша форма, это задать вопрос. Помните, как я в «Жить жизнь» здесь? Первая книга посвящена тому, почему манипуляторы на нас внимание обращают, а как их выявить. А вторая книга посвящена тому, почему мы становимся жертвами. И я не верю, что он был такой ответственный, прекрасный папаша, замечательный и так далее. А потом раз, и за один день исчез. Было огромное количество предпосылок к тому, что он такой. Вот, что он или нарцисс, или я ребенок, который делает то, что ему удобно. И в тот момент, когда родился ребенок, ему стала тяжелая эта ответственность. Поэтому он взял и сбежал. И здесь вопрос как бы в том, что не только в том, что он так поступил, но еще вопрос в том, почему вы позволили себе такого мужчину впустить в свою жизнь на том или ином этапе. Не потому, что я на вас сейчас пытаюсь ответственность. Вы ни в коем случае, вы поймите, я за каждого из вас каждый день готова. Знаете, я каждый раз думаю, какие слова подобрать, чтобы вам еще мягче это объяснить. Я очень стараюсь. Но, к сожалению, по-другому не могу. Потому что мы делаем выбор, который впоследствии приводит нас к этому результату. И когда-то какие-то ваши страхи заставили вас войти в эти отношения. Так я к чему говорю, что почему важно об этом подумать и с этим поработать? Чтобы эту историю на бис не повторить. Потому что могут имена меняться, а история вся та же. Имена партнеров меняются, а история вся та же. Все пережила, так как ни в коем случае нельзя при детях. Спрашивала, что и как в сексе, очень обидно и больно, и тяжело забыть эти картинки в голове с молоденькими девочками. Уходил, проходил, просился, пьяным только клялся. Разные чувства остались, и гнев, и ненависть, и обида, и страх одиночества. И доверие легко потерять, и тяжело вернуть. Беси, знаю, что не забуду это никогда. Это предательство, не вижу до конца. Но здесь я вижу, что вам очень больно. И вам нужно обязательно или на курсе, если вы на курсе у меня завтра будете, вы получите техники, как с этим работать, или ждать, когда я буду поднимать в трансляциях техники, которые будут возможность давать вам позволять прощения, монада использовать. Помните, в грехе прощения я описываю техники мандалы. Когда вы берете и выписываете эмоцию. Я, к сожалению, убрала все свечки вокруг себя. То есть, вы берете ручку, берете лист бумаги, зажигаете свечку, ставите тарелку, потому что вам эту бумагу придется сжечь. Закрываете глаза, и все, что вы чувствуете в отношении того или иного человека, вы отдаете в этот лист. Я знаю, что это звучит по-детски, вам кажется наивным и смешно. Но когда вы начнете делать эту технику, у вас будут и слезы, и все на свете с закрытыми глазами. У вас будет рука ходить до того момента, пока вы... Бумс, происходит такое обнуление. То есть, раз, эта эмоция закончилась. Потом вы берете этот лист бумаги, поджигаете, и этот пепел выбрасываете. Кто хочет подробности, в грехе прощения я описываю, почему эта техника работает, почему она психологически очень сильная. Поэтому все в ваших руках. Ищите способы избавления от этих эмоций. Не должны, но это большинство это делают. Как можно узнать, изменяет опять. Твой добрый вечер, Анечка. Рад, что попал на эфир. Зря всегда так было, не все, так это неправильно. Так, конечно, неправильно. Мне кажется, что ошибка в отношениях, когда человек никогда не жил сам, уйдя от родителей. Светлана пишет, и сразу сделал семью, так и не познав себя. Это то, о чем я всегда говорю, что развитая личность должна прожить монаду, диаду и триаду. Собственно, третья книга моя посвящена вознаграждению, открытию вот этой самодостаточности и пониманию того, что такое любовь в себе. Вообще, что такое любовь в жизни, и почему мы, как мы получаем в жизни несчастливые конструктивные отношения? Какой путь нам приходится пройти для того, чтобы понять? Совершенно Светлана с вами согласна. То есть, развитая личность обязательно должна пройти состояние монады. Это состояние, когда она живет одна, четко понимает свои границы, что является для нее ценностью, что она хочет видеть в отношениях, что она хочет видеть в отношениях и так далее. А если есть подозрения в измене, как с этим быть чувством? Поговорить с партнером об этом в мягкой форме, очень в мягкой форме. Просто искренне сказать, без угроз и так далее, что ты чувствуешь. И если это не так, пусть он расскажет, почему вы это чувствуете. Ну, то есть, скорее всего, думаю, что секса нет, поэтому есть такое чувство. Благодарю вам, я легче переживаю, предаю, благодаря вам. Анна, спасибо, для меня большая честь слышать такие слова. Как выбрать партнера, если треугольник? Сандра, вам нужно немедленно найти мою трансляцию, посвященную отношениям, и таким образом выбрать партнера. Вот. А треугольник у вас две женщины или вы, или женщина выбирает? А, вы выбираете. Ксюша, регистрация на семинар. Спасибо, Ксюша, ты мой ангел сегодня. Привет из Армении. Секс, как наркотик. Вот, Заур Мамедов признался, как это работает. Вы очень красивая, спасибо огромное. Видите, сегодня вам нравится, когда я не накрашена. Чушь, сказал Александр, понимаете, для кого-то. Анна, скажите, пожалуйста, возможно вернуть мужчину? Кого вернуть, зачем вернуть, для чего вам эти отношения? То есть, это ваше эго или это, то есть, что конкретно? То есть, тут очень много может быть вариантов. В принципе, можно вернуть кого угодно. Вопрос, что вами движет? И что вы будете испытывать после того, как вы вернетесь? Сделает ли это вас счастливым? В грехе прощения помните этот момент, когда она говорит, пишет, когда глава необитаемый остров происходит, и она понимает, что страх быть отвернутым, и ее эго, цепью привязали ее к Матвею. Поэтому вот здесь вопрос очень важный, задайте его себе. Насколько важно, что для чего, что вами движет? Помните, я говорила, фокусировка, чувство неидентификация. То есть, партнер ушел, вы хотите его вернуть, чтобы свое эго вскормить? Или вы хотите его вернуть, чтобы свою боль убрать? Что стоит за этим? Помните, когда я разговаривала о чувствах, и завтра в клубе, не в клубе, а на онлайн-курсе «Жить жизнь» очень много буду об этом говорить, потому что это безумно важно, научиться чувствовать, что ты чувствуешь, и что за этим стоит. Потому что нас воспитывают именно всегда подавлять эмоции, избегать или через взрыв выплескивать, когда ты дошел до ручки. Но это не форма. То есть, форма у нас происходит управление, в кавычках, тогда, когда мы способны ее идентифицировать, позволить ее себе прожить и проработать с помощью той или иной техники, чтобы иметь возможность ее управлять. Когда я был очень болен, моя жена пошла зарабатывать деньги в семью несколько раз с мужчинами, до сих пор не могу простить, как мне жить? Ну, вот, Василий, я говорила, пересмотрите мою трансляцию, если это измена, как кризис, то это работа обоих. Это те же техники, я говорила, прощение, принятие и так далее. Вот, Анютка, ты просто супер, так держать хорошо выглядишь. Как вы боролись с изменой? Я вам сегодня рассказала все это, все эти ощущения и все, что делать. Можно узнать, когда вы проведете следующее занятие? Какое именно занятие? Здесь у нас, завтра у нас стартует онлайн-курс «Жить жизнь», я уже говорила. Поэтому в ближайшие две недели мне очень будет сложно вам делать какие-либо трансляции. Вот, поэтому все будут, все трансляции будут происходить в клубе «Жить жизнь» и происходить на онлайн-курсе. Напомню вам, что каждая книга идентифицирована. Она имеет вот такую прекрасную бабочку, с помощью которой вы с помощью уникального кода, видите, здесь есть такой код под магнитной лентой. Вы регистрируетесь на сайте annaboginskaya.com и попадаете в закрытый клуб, который называется «Жить жизнь». И в этом нашем клубе я делаю трансляции на постоянной основе. Вот, поэтому завтра он мастер-класс, онлайн-курс стартует, и очень тяжело будет делать на общей странице трансляции. А просмотр порно или наличие любимой, при наличии любимой женщины в соседней комнате тоже считается изменой? Но это все зависит от того, что вы чувствуете или считаете при этом. У меня есть вопросы, почему вы не смотрите порно вместе? Анечка, ты милый, порядочный человек, по тебе это видно, спасибо. Остались ли вы с изменщиком? Остались ли вы с изменщиком? Нет, ну это был мой первый брак, ну как бы вообще. Но измена не явилась причиной расставания, скажем так, в моих отношениях. Вот так я бы сказала. Любовь не постоянно, она всегда колеблется. Поэтому химия, это всего лишь работа гормонов, и больше там ничего нет. Кто знает, то знает. С годами гормональный фон меняется как-то так. Над всем нужно работать. Я сегодня говорила, Михаил, об этом, и над отношениями в том числе. Конечно, искушения всегда будут. Спасибо вам за ответ, Анна. Не в вашей книге надо читать, священное писание. Привет, красавица. Анна, а чего вы все время чешетесь? Или мыться надо, или это бессознательная реакция на бред, который вы несете. Ой, Александр, комрад. Ну, естественно, я могу чесаться, потому что я с вами нахожусь два часа в эфире, и полтора. И я с вами разговариваю, как будто бы разговариваю сама с собой. Если вы такой специалист по невербалике, в частности я, например, являюсь специалистом, а вы так, судя по всему, нет. Вы сделали немножко не тот вывод. А я вам предлагаю так долго за мной не наблюдать, раз уж я вас так раздражаю. Заблокируйте меня и перестаньте вообще себя мучить, потому что я за вас очень сильно переживаю, что вы смотрите на меня два часа и считаете сколько раз я почесалась. Измена это распущенность, если все в доме хорошо в постели. Но еще раз говорю, это отсутствие ценности или адреналин, или компенсация. Не смейте писать такие вещи, она классная и говорит правильные вещи. Ну, на самом деле я не 100-долларовая купюра, чтобы всем нравятся. Я не собираю с вас деньги за то, что вы меня слушаете. Вас сейчас, например, 650 человек здесь присутствует. Но каждый день я получаю сотни и сотни писем от людей, которые изменили свои судьбы с помощью моих романов или с помощью моих трансляций. Поэтому, понимаете, до всего надо дорасти. И естественно, вы должны понимать, тот человек, который живет иначе, чем я говорю, я безумно буду его раздражать одним своим видом, каждым своим словом. Потому что вы же знаете, как работает защитная механизма психики, особенно у определенных типажей, это обесценивание в первую очередь. Поэтому, естественно, для того, чтобы не признавать себе, что я веду себя неэтично, или так жить нельзя, или там, это вообще не совсем правильно. Лучше же обесценить того, кто тебе пытается это донести, или отрицать то, что говорится. Иногда рационализировать, как тебе удобно. То есть, вот все зависит от того, что происходит. Я не могу понять другого. Помните, я говорила на трансляции, про раздражение. То есть, если тебя раздражает человек, зачем ты два часа слушаешь его или час. Что конкретно тебя раздражает? Это всегда фокусировка, чувствование, идентификация. Это всегда повод задать тебе вопрос, какая конкретно, такой конкретно, что конкретно тебя раздражает. Потому что, если тебя это раздражает, то это однозначно есть тебе. Однозначно. И вопрос, когда вот я же говорю, то, о чем говорю я, это моя ответственность. То, что пишут люди, находясь на моей странице, это их ответственность, это их выбор и их уровень воспитания. И это их горе. Я убеждена, что у нас с ними результаты по жизни разные. Понимаете? Потому что я всегда за то, что не вру, только результат. Анечка, когда человек боится, что ему изменят, то это обязательно изменят. Помните, Алена, я говорила, что когда вы сталкиваетесь со страхом изменой, очень важно проработать страх будущего, и страх повторения ситуации, и страх измены. И, например, девочки, которые, например, видели, что отец матери изменял, у них есть этот очень большой страх повторения судьбы матери, особенно, когда мать это терпела, и страдала, и молчала. И они говорят, я не хочу, чтобы в моей жизни была измена. И этот страх движет ими до такой степени, что, естественно, они выбирают мужчин, которые непременно с ними это сделают. Помните, я говорила сегодня, что если вы не проработали свой страх, не осознали его причины, не научились им управлять. У жизни, у вселенной есть только один способ вам помочь. Это заставить вас этот страх прожить, чтобы вы поняли, что это не страшно. Потому что в этой жизни не бывает плохо или хорошо. То есть, мы сами решаем. Для одного измена это смерть, а для другого измена это повод работать над собой и сделать отношения лучше. И одни люди переживают, и после этого 35 или 40 лет счастливы, а другие не могут побороть это чувство и уничтожают себя, своего партнера и свое настоящее, каждый день находясь в прошлом. Прошлое изменить невозможно. Можно изменить только свое будущее, делая здесь в настоящем другие выборы. Но самое интересное, что это будущее не наступит никогда, потому что завтра вы проснетесь, и вас опять будет ждать сегодня. То есть, наше, настоящее. Каждый день мы делаем выбор, как мы реагируем на те или иные эмоции, что нами управляет, инстинкты, или мы понимаем, что с нами происходит. То есть, вот я за эту осознанность, вот именно за понимание и осознанность. Понимание к нам приходит тогда, когда мы ищем информацию, а осознанность к нам приходит тогда, когда мы научились не поступать. Вот в чем суть. Когда мы научились контролировать то, что нами движет. Не только наши инстинкты физические, но инстинкты еще наши эмоциональные. То есть, когда мы научились отслеживать те эмоции, которые мы испытываем, и понимать, что стоит за этими эмоциями. Потому что на самом деле, если быть честной до конца, большинство людям плевать, что им изменили. Но из-за страха одиночества, из-за страха, что придется начать жизнь с самого начала, из-за там огромного количества вообще страхов и той беды, которая живет бессознательно, мы раздуваем из этого целую огромную трагедию, чтобы еще иметь способ или форму манипулировать на этом будущем. Что не так? Так, давайте будем честными, искренними до конца. И если ты не способен простить измену, и ты не хочешь жить с человеком, для которого ценность не является верность, тогда зачем ты с ним живешь? Какие страхи заставляют тебя это терпеть? Потому что вопрос не в том, что заставляет тебя терпеть. Вот. Вы сделали меня сильнее. Здравствуйте, Анют. Я думаю, что нам уже пора. Можно ли простить измену? Конечно. Я говорю, если эта измена произошла как кризис или как выбор, например, ваш предыдущий партнер, или даже отец ваших детей, назовем это так, полюбил другую женщину и ушел, то мне, например, хватит уважения к его личности, чтобы это принять и отпустить. Ну, потому что для меня любовь это не безграничное... Помните, в Жить жизни в одном из диалогов Анна говорит Матвею, любовь это не безграничное пользование и владение. Любовь к человеку проявляется к уважению его границ и отношения, я говорила сегодня, это всегда выбор двух свободных людей. Вот. Другой вопрос, как вы на это будете реагировать? Вы станете той, которая будет ждать его годами, в надежде, что он завтра изменится. Или вы пойдете, простите, отпустите, проработайте эту ситуацию. И через год или два будете полностью счастливы. То есть, вопрос же не в том, не только в том, что сделал он, это его ответственность. Вопрос в том, что мы сделали со своей жизнью после этого. Не всегда попадаю на прямую эфир. У нас же Япония. Спасибо, Япония, что вы меня слушаете. Вас всегда очень много стран на моих трансляциях. В прошлый раз было 27, по-моему. Анечка, спасибо вам. Я обещаю вам, что я письменно отвечу на все ваши вопросы и комментарии, на которые не успела. Но я скажу вам, что я очень ценю каждого из вас. И очень благодарна вам за то, что вы есть, за то, что вас так много. И всегда благодарю вас за все репосты. И помните, что я с вами. И я знаю, что... Знаете, для того, чтобы писать романы в 500 страниц, которые люди читают за ночь, наверное, нужно пройти какой-то достаточно боли в собственной жизни для того, чтобы понимать, о чем я говорю или о чем я пишу. И результат того спокойствия или того человека, которого вы видите перед собой, это не результат, что я такой родилась. Это результат работы над собой. Результат проработки страха, умения управлять собственными эмоциями, пониманием того, как работают мои инстинкты. И многое, многое другое. И все, о чем я говорю, я это все прошла на своем личном опыте. И я знаю по-настоящему, что это работает. Поэтому добро пожаловать на курс «Жить жизнь», если вы хотите изменить свою жизнь прямо сейчас, который стартует завтра. Ссылку оставлю в конце трансляции. Присоединяйтесь. Завтра в 20.00 начало по киевскому времени мы начинаем менять вашу жизнь для того, чтобы вы могли получить маломинусные быстрые результаты. Благодарю вам добра. Знаете, что бы в вашей жизни не происходило. И у вас есть я, которая всегда вас верит. И я верю в то, что если сделал кто-то, значит сможете и вы. Если в этом мире есть хоть один человек, которому было также больно, несмотря на это он стал счастливым и успешным, значит вы можете повторить его путь. Вот, поэтому я в вас верю. Спокойной ночи, сладких снов. И всем, кто на курсе, завтра будет с нетерпением. Жду начала завтра в 20.00. Спасибо.